Бескомпромиссные, зубодробительные поединки по самым жестким правилам в ограниченном пространстве и времени. Те, кто видел эти бои несколько лет назад, до сих пор находятся под впечатлением, а миллионы посмотревших их в ютубе с нетерпением ждали продолжения. Сегодня на ваших экранах четвертая и заключительная четвертьфинальная битва, в которой сражались команды Легион из Ростова-на-Дону и сборная промоушена Fight Nights, из которой два бойца в будущем станут выступать за команду Александра Шлеменко. Дорогие друзья, если вы любите историю так же, как и я, то рад представить вам уникальный канал «Великая Россия». Вас ждет захватывающие путешествия в прошлое и настоящее нашей необъятной Родины. Вам откроются удивительные страницы истории России. Вы погрузитесь в красочную палитру событий и явлений, которые, возможно, ранее ускользали от вашего взора, или о которых вы даже и не задумывались. Вопреки бытующим ныне стереотипам, вы убедитесь в том, сколь насыщенной, многогранной и богатой была жизнь дореволюционной России. Но и это еще не все. Вам покажут, что и сегодня Россия полна чудес и достижений, о которых вы могли не знать. Команда увлеченных авторов с любовью и трепетом расскажет вам о великолепной природе, талантливых людях, рядовых технологиях и неповторимой душе самой большой и великой страны мира. Подписывайтесь на канал «Великая Россия». Мощнейший удар обрушивает сейчас Иссана своего соперника. Немножко поплыл Никитин, но восстановился. Еще один удар, еще. Магомедов поджимается в оппонентах в канаты. Опять прихват. Кайкик по защите. Ну да, мы видим, что Исса более техничен в этом поединке. Пока что, пока что Евгений вынужден только выживать. Ох ты какой. На встречу разменяется у Дарвина, по защите пришелся. А что будет, когда эта история выйдет на мировую, международную арену? Когда мы увидим здесь сборные Голландии, сборные США, сборные Японии, Китая сандаистов. Хотелось бы здесь увидеть. Мне кажется, это будет просто сумасшествие. А пока что... Да, уже идут переговоры с американскими клубами. Уже готовы ребята выставить свои команды. Только одна идея уже сразу же вдохновляет всех участвовать в этом. Ну да, если Кей Иван практически канул в лету, к огромному нашему сожалению, то почему бы Термопайл Тимкомбат не занять его место на всемирной арене? Объявить лучших ударников мира по всем видам спорта. От Кьюкушина до тайского бокса. Хороший бэквист засаживает Иса Магомедов. Да, захват за ногу. Все, первый желтый получает Евгений Никитин. Но я думаю, что это, в принципе, его практические шансы и уничтожает. Поскольку все-таки Иса Магомедов был поактивнее явно в этом поединке. И плюс сейчас желтая карточка. То есть, если Никитин сейчас не срубит своего оппонента, то он проиграет. Будет вынужден покинуть Фермопил. Да, концовка этого противостояния. Последние секунды этого первого поединка мы наблюдаем. Все, завершен. Вторым выходит Вячеслав Бабкин на этот бой. Представитель прославленной школы Шторм. Ученик Александр Шлеменко. Мощнейший удар обрушивает он. Ученик Александр Шлеменко. Пытается прессинговать Бабкин. Вот хороший крюк ему удается. Но Магомедов не выберет абсолютно потрясенным. Сразу же пытается он атаковать в ответ. Да, здорово проводит поединок и сам Магомедов. Так не сделает лишнее движение. Абсолютно расчетливо. Я пока не дам кому-то предпочтение в этом поединке. Да, очень-очень сложно отдать. И агрессии как таковой явно в исполнении кого-то из спортсменов мы не видим. И по попаданиям примерное равенство. И нельзя забывать, что одного участника уже нет у команды Fight Night. Да, им нужно сейчас это поединок как минимум только сравнять этим счетом. Если Вячеслав проигрывает, ситуация станет близка критической. А вот Вячеслав и получает. Да, вот теперь есть у него один официальное предупреждение. И вот сейчас очень сильно осложнил жизнь себе и команде Вячеслава Бабкин. Как бы эта желтая карточка не оказалась решающей. Да, бой-то был практически равный. Бабкин только-только начал переламывать под бой. Сейчас ему нужно просто выиграть чистую. 25 секунд остается у него на все про все. И сам Магомедов это тоже прекрасно понимает и будет отбиваться. И советует ему не рубиться, конечно же. Понимаю сейчас команде Legion, что второй может в минус уйти соперник. Тогда они четыре против двух останутся. Итак, ну что ж, все в руках судей, дорогие друзья. Все в руках судей. Кому они отдадут победу? Все-таки сам Магомедов проиграл. Элиминировать своего оппонента. Ну что ж, три на три. И измотанный Вячеслав Бабкин сразится с Андреем Холыновским. И сам Магомедов заслуживает самых горячих аплодисментов. Три на три продолжается этот поединок. Но бьются всегда один на один. И это очень выгодно, отличая термопайл Team Combat от какого-то... Тоже вроде задумка небезынтересная. Но как только один вылетал, все сразу же было понятно, что дальше там вдвоем на одного, втроем на одного. Да, как только получалось численное преимущество, то сразу же, можно сказать, поединок в том командном против края не заканчивался. Здесь же интрига живет вот прям... Ох, какой мощнейший удар сейчас Холыновский нанес в дых. Бабкин скорчился от боли, но стоит. Не хочет тут подводить своих товарищей, хочет он остаться в фермопиле. Отмечает хорошим ударом. Пришел в себя Вячеслав, но очень тяжело пока ему. Но пробито дыхание, а плюс он еще только что с Исой Магомедовым полный бой отбился. Но очень мощный удар, конечно, он просто... О, файты! Вот это да! Бабкин говорит, что он будет драться. Это парень, ученик Александра Шлеменко, и так просто его не сломить. Да, в Школе Шторм ребята не сдаются. Сегодня он из-за чести своей школы, из-за чести команды Fight Night выступает в фермопиле. Духовитый парень, настоящий воин. Два нокдауна уже было, но не сдается Вячеслав. Пытается продышаться, но... Ох, Луновский показывает себя очень хорошим технарем. Такой не очень габаритный парень, но очень точно бьющий. Видите, он проваливает Бабкина раз за разом. И после третьего нокдауна Бабкин говорит, что я буду драться. Сумасшествие сейчас творится в зале просто. М1-арена ходит ходуном. Тут, дорогие друзья, такого еще не видели в Петербурге, такого еще не видели во всем мире. Но скоро, я думаю, это увидят на всех телеэкранах. У этого проекта огромное будущее. Если он будет продолжаться в таком же ключе. Бабкин старается хоть что-то сделать. Филановский встречает его отличной серией. Бой идет практически на территории команды Вячеслава. И вот Арчи. Крайне интересно наблюдать и за поведением одноклубников, которые стоят, переживают, поддерживают. Бабкин из последних сил поднимается. Это воин, дорогие друзья. Настоящий воин. И как взорвала сейчас М1-арена. Приветствую его. Все понимают, что парень бьется уже просто на каких-то там морально-волевых. И смотрен он невероятно. Да, мы видим, что подсказывает из угла Денис Смолдарев, Вячеслава Бабкина. Очень переживает он. Очень-очень много бойцов сегодня собралось в этом зале. Не только на Фермопиле, но и возле него мы видим бойцов М1, бойцов Файтнайтса, бойцов ТНА. Ветеранов таких, как Андрей Семенов. Всех заинтересовал этот новый вид спорта. Термопаунт Team Combat. Все. Вячеслав Бабкин все-таки, несмотря ни на что, все-таки элиминирован. И теперь я так понимаю, что Михаил Дорошенко выходит вместо него. Да, два участника. Да, и замена. Да, и замена. Ну что ж, Андрею Хуруновскому теперь предстоит драться с Михаилом Дорошенко. Стоп! Стоп! На северненном. Внимание. Бой! Очень технично работает Андрей. Подустал, подустал Хуруновский, как мы видим сейчас. И Дорошенко неплохие шансы сравнять счет в этом четвертьфинале. Да, с одной стороны, конечно, Андрею можно замениться уже, так как у соперника участников меньше. Но кто знает, как готовы твои одноклубники. Ты так поменяешься, а одноклубники проиграют. И все может быть, поэтому и Андрей стоит до последнего. Ну да, замена означает, что ты покидаешь фермопилы. В этом бою ты больше не участвуешь. Да, тебе нельзя уйти от дарт-клубника и вернуться потом. Именно поэтому сейчас Яну Беляеву приходится биться с третьим человеком от команды «Регион». И у них, что есть вариант провести две замены. Вот за Яну Беляеву настоя, что Михаил Дорошенко. Раз сейчас не форсировать события боец команды «Файт Найт». Никаких клинчей, только динамика, только атака. О, хороший удар колен он в прыжке наносит представитель «Файни». И отвечает Андрей. Но Фуновский отвечает и жестко отвечает. Потрясает своего оппонента. Стоп! Посреди меня, стоп! Стударем внимательно. Хоть! Правый, кроме шаги! Вот она! Береги, 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 береги. Ахлыновский-то идет вперед. Он почуял, что он может выиграть и эту схватку. Начал уже разминаться во всю четвертый участник команды «Файт Найтс». Чувствует он, похоже, что скоро предстоит ему вступить в бой. Здраво, бей! Все. Да, закончился поединок. Ну что ж, опять судейское решение. Да, все определяют судьи. Вот так Андрей Холуновский. Элиминировал своего оппонента, но уже, конечно, измотан он смертельно. Просто вынужден был покинуть «Фермопил». Да, два против одного. «Легион» против «Файт Найтс». Бой входит в «Эншпиль». «Фермопила» почти что опустела. Все 10 метров в распоряжении участников. И мы видим, что у Яна удается. Удается. Но и попадание в пах. Удар с разворотом наносит «Султан». Все его одноклубники уже повержены и смотрят из-за «Фермопила» этот поединок. Но посмотрим, сможет ли Беляев сделать сенсацию. Что-то уже почувствует Сослан Асбаров. Начал он вовсю разминаться. Потому что у Султана Хапизова пока что не очень хорошо идет все. С дистанцией он работает очень круто. Но как только бой входит на ближнюю, тут Ян Беляев просто правит бал. А прихватить-то его нельзя. И скрутить его нельзя. Ничего с ним сделать нельзя на ближней дистанции. Надо ее разрывать. Да, Ян прекрасно понимает, что чем быстрее закончится он этот поединок, тем легче ему будет в последнем поединке, если это произойдет. Чем дольше он дерется сейчас, тем сложнее ему будет потом. Хороший поединок! А вот он и заканчивает его, видимо. Там удар в печени, удар прямой, да! Вот это да! Только мы с вами сказали о том, что нужно как можно раньше ему закончить этот бой. Ну что ж, казалось бы, казалось бы, Легион вел три. Один, да, там? Да, да, да. А вот тебе, на. И все решат по два последних участника. Да, пробили печень. Султану Хапизову. Желаем ему скорейшего восстановления. Очень тяжелый такой нокаут получился. Там врачи колдуют в углу. Итак, тоже выйдет в полуфинал. Если сейчас Ян Беляев победит, это первая сенсация, когда с 1-3 команда отыгрывается. Да, теперь права на ошибку нет ни у одной команды, ни у одного участника. Поражение означает то, что ты вылетел. А победа означает, что ты пошел в финал. Беляев идет, зарубается. Хапизов принимает бой, попадает. Беляев потрясен. Вынужден идти в захват, вынужден нарушать правила. Денис Волдарев, мне кажется, сейчас сам вырвется в фирмопилу. За своего товарища. Снова идет от трюк и бой у нас. Зарубается Беляев, получает на встречу. Кто победит, тут непонятно. Попадает уже Беляев. Господи, за что что-то такое? Сумасшествие, дорогие друзья, настоящее фирмопильское сражение на наших экранах разворачивается сейчас. Меня, дорогие друзья, сюда, ближе. Немножко готовы, бой! Чувствуют кровь обоим оппонента. Обоим остаются победители быть поверженным. Их команда уже полностью эллиминирована. Они сгрудились, каждый в своем углу. Неистово поддерживают они своих последних товарищей. Кто остался за них драться в фирмопиле. История пишется на наших глазах, дорогие друзья. Видимо, что Шаслан прекрасную наносит двойку. Пробивает оборону Яна. Ян отвечает лоу-киком. Сдается 2 минуты 50 секунд. Да, есть, конечно, драма в этом поединке. Да, тут, конечно, настоящая драма. Такое в кино-то не придумаешь. Уже, казалось бы, вчистую проигрывала команда Fight Night. Остался один боец. И сейчас он всеми силами старается срубить своего оппонента, чтобы принести победу своей команде. Отличная двойка. Заводится Беляев. Получает еще удар навстречу. Все, этот парень, похоже, решил победителю умереть. Со щитом или на щите. Это «Спарта», дорогие друзья. Никаких тебе финтов. Он будет просто идти и рубить. Готов ли к этому Азбаров? Бескомпромиссный ход боя выбрал Беляев. И это оправдывает, наверное, его ожидания. Команда переживает. Да, мне кажется, что этого парня в качестве четвертого в бойцах они мечтали иметь, наверное, каждый из восьми, кто здесь сегодня находился. Человек, на которого можно положиться в самой критической ситуации. Это какое-то сумасшествие. Он получает удар, он уже не защищается. Он просто идет вперед. Остается минута двадцать, дорогие друзья. Беляев из последних сил атакует. Внимание! Да, мы не можем заглянуть в судейские записки, но напомним, что здесь оценивается агрессия в первую очередь. И уж Беляеву-то в агрессии не отнять. Ну да, посмотрим, как вот и сыграет это правило в конце боя. Потому что точнее Азбаров, безусловно. Но агрессия это просто... Беляев это иллюстрация агрессии. Агрессия! Агрессия! И вообще непросто будет судя, мне кажется, вынести здесь решение. Да, сорок пять секунд осталось до конца этого противостояния. Кто же выиграет, абсолютно неясно. Азбаров пытается немножечко пофинтить. Хорошо он работает на контратаке. Айян просто опустил руки и просто вламывается сейчас на ближнюю. Ну что, последние секунды этого боя. Кто победит? Да, 15 секунд в размер. Пропускает Беляев. Пошел вперед Беляев. Файтнайта, Легион, кто одержит победу? Вот это заруба! Не слышали бы даже гонка. Закончился поединок. Браво! Аплодирует стоя просто зал. Победа держалась команда и вышла в полуфинал. Да, чудеса бывают, дорогие друзья. Это наша главная часть в моем севере. Я отбеляю, дорогие друзья. Затащил просто на себе всю команду Файтнайта в полуфинал. Во! Северо! Рецеп myself. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»